Госдума нового созыва планирует ввести поправки в закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации, более известный как закон Димы Яковлева, и распространить его действия на граждан любого иностранного государства. Сейчас ряд статей закона, в частности о запрете на усыновление российских детей, затрагивает только граждан США. Это как бы закон тоже не новый, так называемый закон Димы Яковлева, который запретил усыновление российских детей американцами. Он был принят в ответ на закон Магнитского, американский. Тот закон, который был первый по предусматривающему наложению санкций на российских коррупционеров и тех, кто злостно нарушает права человека в России. То есть, когда Конгресс Соединенных Штатов принял закон Магнитского, в ответ на него российские парламентарии, дума государственная российская, приняла закон Димы Яковлева и запретила американцам усыновление детей-сирот российских. Причем это известно же, что очень часто американцы усыновляли детей нездоровых, со всякими тяжелыми заболеваниями, врожденными. Тем не менее, привозили их сюда, в Америку и, соответственно, выращивали, давали им жить. Понятное дело, что детям с различными серьезными заболеваниями в Америке выжить просто гораздо проще, строиться в будущем, чем в российских. Тем более, что это были сироты чаще всего, то есть они где-то там в детских домах. Сами понимаете, какие там условия в России. Вот, и теперь они, значит, ну, видимо, считают, что санкции западные наращиваются, ну, значит, им со своей стороны нужно тоже их нарастить. Вот они, значит, такой ответ асимметричный, как они любят там говорить, придумали. Асимметричный ответ предложила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и ее председатель Василий Пискарев как меру против посягательств на российские выборы. Вот, что является триггером, да, что запускает этот процесс. Вот в конкретный момент всегда очень трудно понять. В целом, понимаете, там много всяких, так сказать, подводных моментов. Может быть, они как раз сейчас хотят продавить, значит, лицензирование этого северного потока второго побыстрее. Санкции наращиваются со стороны Запада, потому что понятно, что как бы, ну, Россия не соблюдает те нормы международные, которые обязаны соблюдать, как игрок на международном поле. Вот, поэтому Запад наращивает, значит, Соединенные Штаты готовятся. Вот сейчас новые добавят санкции против российского госдолга. А, соответственно, значит, депутаты Госдумы, да, они реагируют так, как умеют, да, так, как вот у них вот заложено в их, так сказать, видение окружающего мира. Поэтому они идут по этому пути, к сожалению, наказывая, в общем-то, самих себя и свой народ. Новые поправки в закон Димы Яковлева будут внесены на рассмотрение Госдумы уже в октябре. Лилия Анисимова, Санжар Хамидов. Настоящее время. Америка. Вашингтон.